Из-за морозов увеличилось количество коммунальных аварий в стране. Жители одного из домов по улице Советской в поселке Кугесе межнут в своих квартирах. Люди обращаются в самые разные инстанции, но теплее от этого в квартирах не становится. И такая ситуация каждую зиму. Как найти управу на управляющую компанию, жильцы дома уже не знают. Столбик термометра в квартире Зои Ефимовой замер на отметке 15 градусов. А в жилом здании напротив, даже в морозы, люди открывают форточки. Квартира угловая, на первом этаже. Вот так, в нескольких кофтах Зои Ефимова зимует не первый год. Чтобы не замерзнуть, включаешь обогреватели, газ включаешь. Но все равно не поднимается, плюс 22, нет температуры. У соседей температура в квартире и того ниже, плюс 11. Говорят, холодно не во всем доме, а лишь в нескольких квартирах и на протяжении многих лет. В 1987 году переехали сюда, с тех пор тепло у нас слабо. А что, перерасчеты нет? Делали, но там мало, они дают перерасчеты. Тепло не идет, зато стабильно приходят квитанции. Платят по счетам и немаленьким. Жалобами жильцы опять обращаются в управляющую компанию. И после того, когда я обратилась в суд, частичные перемычки что-то меняли, но такого конкретного изменения не произошло. Даже вот насос они там что-то поставили, все равно в квартире тепла нет. С показаниями термометров в квартирах жильцов сотрудники управляющей компании не согласны. Утверждают, во время их замеров температура в помещениях выше. Хотя соглашаются, в любом случае она ниже положенных плюс 22. Однако претензии жильцов управляющей компанией не принимают, уверяя, что сделали все возможное. А холодно в доме, потому что он последний на участке теплотрассы от котельной. И именно эти две квартиры, они являются конечной точкой более того системы этого дома. Если наша котельная, она 80-х годов постройки, и теплотрасса, соответственно, тоже тех же годов, то на сегодняшний день стоит вопрос о том, что необходимо произвести реконструкцию оборудования котельной и произвести полную замену теплотрасс. Это уже в компетенции Кугейтского сельского поселения и, естественно, поставщика тепла ООО «Теплосфера». В свою очередь, поставщик тепла неоднократно уже обращался в органы власти по поводу выделения денежных средств на реконструкцию теплотрассы и котельной. Но сейчас вопросы, я так понимаю, решаются вопросы финансирования. В ближайшее время на место собирается выехать госжилоинспекция, в которую обратились жильцы холодных квартир. Она даст свою оценку происходящему. Ольга Григорьева, Сергей Рябчиков, Республика.